У нас с вами круглый стол один по теме, которую мы много раз касались на ПК форуме, но которую, наверное, наиболее обстоятельно в этом году начнем обсуждать, потому что можно констатировать, что тема ТЛС-сертификатов, сертификатов подписи кода, она является строго необходимой для массовой криптографии, а значит и для массовой электронной подписи. Мы не можем построить ни один доверенный сервис, не думая про ТЛС, не думая про доверенную доставку дистрибутивов. Это становится очевидным всем и сейчас существует много решений проперетарных, частных, той или иной степени проработанности, как решать вопросы, которые здесь возникают. У нас с вами есть созданные в ТК-26 протоколы, стандарты, есть вся база, есть все идентификаторы, все реализации и теперь нужно все эти кирпичи, которые мы с вами создали за многие годы, все-таки уже дособрать в одно работающую инфраструктуру, которая позволит и безопасно взаимодействовать с веб-сервисами и безопасно работать в рамках всех клиентированных систем, которые нас с вами интересуют и доверенно доставлять дистрибутивы. Поэтому вот наш круглый стол называет ТЛС-сертификат и сертификат подписи кода. Я думаю, вы знаете, что в нормативной базе, в проектах нормативной базы они называются сертификатами безопасности. Наверное, мы будем говорить сегодня то так, то так, просто потому что это синонимы. У нас с вами максимальный, я считаю, представительный состав по данной теме, представлю участников. Игорь Федорович Качалин, кандидат технических наук, генеральный директор АНОН ТЦК и председатель технического комитета 26. Павел Луцак, директор развития бизнеса и работы с партнерами КриптоПро. Андрей Пьянченко, директор дирекции государственной инфраструктуры открытых ключей RTLabs. Александр Поташников, кандидат физико-моркласса математических, подождите, я еще не договорил. Кандидат физико-моркласса наук, зам директора Центра разработки по герметологии Инфотекс. Александр Поликарпов, старший системный аналитик, лаборатория Касперского. И Роман Молитсон, руководитель направления перспективных исследований Астра. Коллеги, мы, думая о том, как правильно провести круглый стол, немножко заранее поговорили о том, какие вопросы стоит обсуждать. Их список на экране, это первая его часть. На самом деле вопросов, конечно, очень много, и заведомо у нас нету сегодня ни цели, ни надежды. Вопросы эти всерьез решить. Есть лишь желание, стремление наметить те пути, которые мы должны начать в будущем, обозначить те моменты, которые уже прорабатываются, для того, чтобы информировать вас всех, для того, чтобы между собой уточнить детали, тактики и стратегии того, что мы делаем, и для того, чтобы через год на PKI-форуме уже предметно, возможно, на несколько секций круглых столов обсуждать эти вопросы. Сразу начнем с первого вопроса. Он, наверное, ключевой для многих, как только возникает речь про ТЛ-сертификаты. Это в целом текущее состояние инфраструктуры и СКЗИ для внедрения сертификатов безопасности ГОСТ, то есть ТЛ-сертификатов. Чего-то точно не хватает в планах развития и в том, что есть, потому что оно еще не работает настолько полноценно, как мы хотели бы, поэтому сейчас есть куда стремиться, есть трудности, есть задачи, и давайте об этом начнем говорить. И хотел бы начать с вопроса к Ильпу Федоровичу Качалину, так как не секрет, что одна из задач о НТЦК – это развитие массовой криптографии, которая здесь, опять же, невозможна без ТЛ-сертификатов. И вот, Игорь Федорович, скажите немножко о проблеме и о том, как НТЦК, возможно, к ней будет подступаться. Спасибо. Спасибо большое за предоставленную возможность. Ну, немножко об НТЦК. Эта организация создана совершенно недавно, и главная ее задача – это обеспечить массовое использование российских криптографических механизмов в экономической деятельности государства. Организация позиционируется как равноудаленная от вендоров средств криптографической защиты информации, и в этом ее плюс, поскольку технологии, которые должны разрабатываться в результате деятельности, нашей организации, они должны поддерживать решение и использовать решение всех вендоров, представленных на российском рынке. На сегодняшний день, как уже Станислав сказал, у нас много чего сделано, много кирпичей, много заложенных полезных решений, которые опробированы, которые прошли соответствующую сертификацию, есть, из них нужно создавать систему. И вот, видя вот эту потребность, НТЦЦК запланировал, и в этом году начинает цикл работ по развитию инфраструктуры выдачи сертификатов для подтверждения владения доменами и подписи кода. Эта серия работ, она только вот сейчас начинается, буквально вот в эти дни принимается решение о финансировании этих работ, но мы надеемся, что к второй половине следующего года мы получим более-менее законченные решения, которые можно будет опробировать, которые можно будет попробовать любой заинтересованной организации. Здесь, на мой взгляд, есть еще один аспект, которым мы тоже будем заниматься, это вопрос упрощения использования средств криптографической защиты со стороны пользователей. Тут, ну вы, наверное, все знаете, да, что тут есть некие ограничения, связанные с необходимостью лицензирования, получения соответствующих лицензий, разрешений, что, в общем, ограничивает массовое применение. Поэтому, вот осознавая это, и в работе с регуляторами мы сейчас нащупываем пути проведения некого эксперимента именно в этой области, в области выдачи сертификатов для подтверждения владения доменом и подписи программного кода, поискать пути, как эту проблему решить, упростить эту проблему для того, чтобы массовое внедрение этих решений получило толчок, получило свое развитие. Но я говорю все о будущем, потому что мы только начинаем эту работу. И надеюсь, что к следующему PKI-форуму мы уже сможем какими-то результатами поделиться. Спасибо, Игорь Федорович. Но так как будущее все же мы, к счастью, вместе приближаем, то так как часть работ в этой области это исследовательские работы, и вот запланированные обсуждаемые научно-исследовательские работы по вопросу инфраструктуры, по построению этой инфраструктуры, по тому, чего не хватает, планирует в том числе с участием активным Павел тебя, то расскажи, пожалуйста, какие проблемы здесь сейчас видны, а в том числе какие, возможно, получится решить в рамках научных работ по линии ТЦК, ну и, возможно, чуть-чуть. Старислав, спасибо. Коллеги, добрый день. Перед тем, как говорить о том, что планируется сделать, о наших будущих подвигах, пару слов о том, что уже сделано. Тут важно понимать, что огромный пласт работ уже сделан, в том числе с участием многих здесь, присутствующих хоть в этом зале, в частности, в том числе приняты RFC и другие документы, и российские, и международные, которые в том числе позволяют использовать полноценно наши российские криптографические алгоритмы ТЛС, в том числе ТЛС версии 1.3. Кроме этого, существуют российские браузеры, Яндекс и другие, которые поддерживают российскую криптографию, российские криптопровайдеры. Есть, что очень важно, ТЛС-сервера, которые поддерживают серверы, которые поддерживают дуальную криптографию, российскую и зарубежную. Это один из важнейших элементов технологических, который должен обеспечить, собственно, использование российской криптографии в Рунете. Что касается мобильных приложений, то здесь SDK есть, который позволяет, собственно, тоже встраивать российскую криптографию в мобильные приложения, в мобильных операционных системах. Есть средства удостоверяющего центра, в том числе уже и подлинок появились. Есть средства дополнительные, которые помогают работать с удостоверяющим центром, и у CSP, и клиентские сервные компоненты. В общем, многое, что сделано, уже существует такой большой базис, от которого все мы будем дальше отталкиваться. Из-за того, что предстоит еще сделать, здесь хотелось бы отдельно отметить то, что, наверное, Андрей Пященко дальше поподробнее расскажет. Это мы все ждем появления национального удостоверяющего центра, поддерживающего не только российские сертификаты, но и российские сертификаты на российской криптографии. И сейчас мы видим, что есть такая некоторая проблема курицы и яйца, когда пользователи и разработчики не внедряют какие-то средства, это не используют, потому что на стороне серверов пока нету, точнее, на стороне веб-серверов нет еще большого количества сайтов, поддерживающих российскую криптографию. И наоборот, разработчики веб-сайтов не видят большое количество пользователей, использующих российские криптологоритмы, SKZ, и поэтому не стремятся тоже на своей стороне все это дело поддерживать. Ну и, конечно же, важнейший элемент это массовость, то есть без массового использования российских криптологоритмов, российских криптопровайдеров и сертификатов на гостях, конечно, дело будет идти тяжело, и наши усилия должны направлены именно в этом смысле. И вот в нашем мире с таким символическим названием «Рассвет», «Рассвет» может быть даже, российской криптографии, мы, собственно, сейчас большим составом, с большим количеством участников, в том числе присутствующих залом, здесь в зале, выполняем большой объем работы по тому, чтобы российская криптография действительно по-настоящему стала массовой, как на стороне клиентской части, так и на стороне сервера. Ну, здесь ключевая часть – это то, что относится к распространению SKZ и к тому, что связано с распространением сертификатов безопасности. Андрей Пьянченко, я думаю, что лучше всех в России сможет рассказать о том, какие подходы к массовому распространению при этом массовому, неконтролируемому со стороны государства. Здесь могут быть, вот что здесь можно сказать про текущее состояние хорошего и про то, куда мы сможем прийти хотя бы через год. Да, друзья, добрый день. Хочу вас всех поприветствовать. Что касается вопроса, присоединяюсь полностью к тому, что сказал Павел. Да, действительно, у нас есть уже многое. Мы много прошли, много что создали. У нас есть и браузеры, есть и SKZ, и клиентские приложения, и браузеры, есть серверная составляющая, есть средства удостоверяющего центра. Но пока российская криптография массового применения не возымела. Почему? На мой взгляд, в первую очередь, не хватает четкого регулирования. Это большой вопрос. Он просто касается и тех вопросов, которые будут дальше. То есть кто будет выдавать сертификаты, какая будет инфраструктура выдачи, какие будут правила игры, в том числе то, что обсуждалось на пленарной дискуссии в части встраивания и обновления мобильных приложений. Речь про сертифицированный конвейер, о чем говорил Дмитрий Гусев. Это очень важная задача. Поэтому пока у нас не будет четкого регулирования и популяризации среди масс населения, то массового распространения не будет. Но здесь нужно действовать очень аккуратно. Ни в коем случае нельзя действовать одним кнутом. Допустим, там выходит нормативка всех обязательно, владельцев российских доменов, перейти на отечественную криптографию. Но они завтра же убегут с зоны РУ в какую-то другую зону. И мы этим самым ничего не решим. Или, допустим, такие большие гиканты, как ВК, Яндекс и так далее, у них настолько огромный поток, что скажи им поставить эти сервера, KS3, назовем их. Во-первых, столько серверов в стране нет. А во-вторых, у них будут очень большие издержки. Поэтому здесь тоже нужно правильно зарегулировать и снижать требования именно к массовой криптографии. Но это нужно делать разумно. При этом, так как все-таки мы с вами, несмотря на то, что много раз общались в том составе примерно про массовую криптографию, на круглый сто у нас про ТЛС-сертификаты, то немножко уточняю вопрос. Для тех областей, для тех организаций, для которых сейчас уже стало то ли счастливой, то ли несчастной реальностью, но стала реальностью использования криптографии российской, в том числе на серверной стороне, на веб-серверах, сейчас есть известная задача, скажем так, а как получить вообще гостовый ТЛС-сертификат. И, наверное, легко посмотреть просто по открытым сайтам, что организации получают самым разным образом ТЛС-сертификаты, которые являются доверенными для массовых СКЗИ. Ну, в первую очередь, наверное, здесь будет честно сказать, что СКЗИ производства Infotex и CryptoPro, как наиболее частые клиентские части, которые сейчас гибко, безусловно, подстраиваются под окружающий мир, доверяют сертификатам НУЦа, ГУЦа и, собственно, тех УЦ, которые де-факто выдают ТЛС-сертификаты у лицензиатов. Но вот эта ситуация, разумеется, не может быть вечной, потому что не очень нормально, когда человек, который говорит, вот, пожалуйста, возьмите мои деньги, хочу использовать ГОСТ, использовать СКЗИ, хочу получить ТЛС-сертификат ГОСТовый, я хочу все развернуть, он не знает, куда идти. Он приходит к лицензиату, лицензиат говорит, что есть вот вариант один плохой, вариант тоже плохой, вот вариант более-менее работающий, пожалуйста, вот давайте так. Как с этим жить, что с этим делать и куда мы движемся? Андрей. Ну, мне кажется, в этой части нужно, ну, во-первых, подход должен быть гибридный. То есть распространение того же самого корня через доверенные СКЗИ, сертифицированные, да, это подход. Можно, значит, в каком-то общедоступном ресурсе, не знаю, там, на сайте Минцифры выкладывать корень, подписанный уже квалифицированным сертификатом. Тоже подход. Но также нужно стремиться к развитию отечественной разработки, отечественного по операционных систем, мобильных приложений, потому что это тоже средство распространения. Можно посмотреть, но пока не в ближайшей перспективе, а в более далекой, на путь Капфорума. На путь Капфорума, чтобы договориться с мировым сообществом о признании наших сертификатов. Но, учитывая текущую ситуацию, на мой взгляд, в ближайшее время это сделать будет крайне невозможно. Ну, да, пожалуй, при всей моей любви к международной снартизации личной, пожалуй, сейчас даже сохранить текущие позиции максимально сложно уж продвинуться, тем более в Капфорум, куда мы, может быть, раньше и пытались как-то иногда так сбоку заходить, и нас, в общем-то, очень резко пинками выгоняли обратно. Сейчас, я думаю, даже пытаться не обязательно. Александр, собственно, я вот уже упомянул о том, что и вашими усилиями и силами Крита.Про сейчас де-факто осуществляется распространение доверенных корней для того, чтобы было чему доверять. Тем не менее, так как мы, наверное, с тобой лучше всех думаем о том, как сделать все это работающим, какая-то позиция, что мы сейчас делаем немножко не так, куда еще нужно продвинуться, чтобы эта система заработала полноценно. Чтобы она заработала полноценно, наверное, все-таки нам нужен нутс, потому что речь идет не только о распространении корневых сертификатов, собственно, гудс, это мы, слава богу, в СКЗИПа вставим, в операционные системы вставим, сертификат корневой как-нибудь, их не так много, их можно доставить. А вот вопрос выдачи сертификатов тем же самым службам, вопрос выдачи сертификатов тем же самым ТЛС-серверам и так далее, вот он стоит очень остро. Потому что вот я напомню, когда в рамках единой биометрической системы мы вообще делали такую весьма интересную схему, когда мы и Криптопро выдавали сертификаты для ТЛС-серверов в корпоративных удостоверяющих центрах, но делали при этом кросс-сертификацию. Так, чтобы, собственно, было взаимное доверие для серверов двух вендоров при обслуживании клиентов. Вот такие вот системы, они довольно вычурные, они рабочие схемы, но они частные. То есть можно строить такие частные схемы, но пока у нас не появятся единые общие структуры в НУЦ, ну тут, к сожалению, мы ничего не добьемся, потому что издавать сертификаты для ТЛС-серверов аккредитованных удостоверяющих центров – это вообще не выход. То есть это вот самый крайний случай, на который приходится идти, как клиентам, которым некуда больше идти. Можно дополнить? Да, сейчас это не запрещено, но это влечет за собой дополнительные риски, связанные в том числе с доверием к институту электронной подписи. Потому что вообще моветон использовать сертификаты для подписи и для модификации, ну одни и те же. То есть это либо корпоративные тогда удостоверяющие центры, но тогда это частная история, действующая в рамках одного консорциума небольшого относительно. Либо это все-таки должна быть государственная программа действительно создания NUTSA. И, наверное, не только NUTSA, а все-таки у нас там дальше есть вопросы этой системы удостоверяющих центров, которые будут обслуживать эти нужды. Вот это важный очень момент, конечно, к которому мы подошли сейчас. Поэтому мы здесь собрались, поэтому мы все это обсуждаем сейчас. Ну, дополняя даже слова Александра Андрея, что это не просто моветон использовать сертификаты подписи для ТЛС-серверов. В ряде случаев это еще и небезопасно. То есть есть совершенно конкретные сценарии атак. Да, иногда теоретические, но иногда и вполне возможные на полосе практической, при некоторых версиях протокола ТЛС и так далее, когда это может стать угрозой либо для использования в одном случае, либо в другом. Поэтому здесь я развиваю немножко мысль Андрея, что моветон, наверное, это очень мягко сказано. Это действительно плохая практика, от которой нужно уходить, как только мы сможем это сделать. Ну да, я и сказал, что это влечет угрозы, и не только при каких-то версиях протокола ТЛС, а при аутентификации можно ведь использовать не только протокол вышеуказанный, но и подтверждение владения закрытым ключом. Это прямая угроза, когда реализуется атака именно на the middle, ты подписываешь слепую соль, а вместо соли можно все что угодно подать на вход. Вот и все. Подпись слепой – это другой механизм, да, и он здесь не должен использоваться. Спасибо большое. Вот хотелось перейти к Александру и Роману, потому что мы здесь между собой, как разработчики СКЗИ и регулятор, и эксперты, в общем, в каком-то смысле иногда варимся в своем соку, наверное, а вот взгляд специалистов по безопасности, но при этом не так тесно связан с отраслью СКЗИ, наверное, для нас здесь наиболее ценен. Поэтому, Александр, не стесняясь выражения, покритикуйте нашу позицию о том, что все почти хорошо, вот мы сейчас немножко продвинемся, все будет совсем хорошо, может быть мы глубоко заблуждаемся, у нас все совсем здесь нужно черными красками мазать нас всех и вообще выгонять в шею и делать все по-другому. Добрый день всем, спасибо за возможность на второй площадке донести наше мнение со стороны, скажем так. Мы как раз таки являемся тем разработчиком той самой среды функционирования или исполнения корзина, о которой говорили много на первой части дискуссии. В плане тех проблем, с которыми сталкиваемся мы, говоря вот про первый вопрос в целом готовности, мы со своей стороны видим некоторую недостаточность в понимании того, а какие же в целом могут быть требования к той самой, например, среде функционирования, чтобы комплексно можно было сказать, «Да, мы можем сюда что-то встроить, и это будет работать, это будет безопасно, это не потребует каких-то переделок в зависимости от того, какого вендора мы используем, или даже говорят, например, о том, какого класса средства защиты мы будем встроить». Подход в данном случае все равно достаточно пока индивидуальный. То есть есть работы, которые мы ведем, есть решения компромиссные, в том числе и создательные лаборатории, которые мы находим, но хотелось бы видеть, наверное, более структурированный набор требований к нам, а, собственно, что мы должны сделать для того, чтобы то или иное средство подпись или какого-то ТЛС-ного соединения можно было без особых проблем и заработок в нашу систему устроить. Говоря про несовместимость, вы имеете в виду несовместимость на уровне API или чего-либо еще? Потому что если мы говорим про ТЛС, казалось бы, ну так вот, кажется, что все российские вендоры давно прекрасно совместимы в части протоколов, есть даже стенды и существующие, и в рамках, опять же, ДЦК планируется, еще более серьезная система для тестирования совместимости. И, казалось бы, здесь есть только привязка по вызову программных интерфейсов в страе ВМГО СКЗИ. Но, казалось бы, это не то, что должно вас здесь смущать. Или я что-то не вижу, и где-то есть трудности совместимости, которые мы изнутри не видим. Мы, безусловно, испытываем как раз-таки сложности совместимости, если говорить про какой-то SSL или OpenSSL, то есть именно про ту библиотеку, на которой мы опираемся, там, в части алгоритмов, например. Ну и в целом сейчас специфика нашей реализации, в части доменов безопасности, она отличается от, ну, скажем, других операционных систем, как делают, например, коллеги, поэтому подход все равно довольно специфический. То есть просто так взять и перейти с одного решения на другое, с какого-то OpenSource, на решение, которое сделают коллеги с DEMPOTEX и с CryptoPro, мы пока видим, что этого сделать не получится. В части протокола в OpenSSL или в современном я точно уверен, что в части ГАСТа мы совместимы, это проверялось. Что касается вопросов нормативных, в части встраивания и прочего, это, наверное, вопрос чуть отдельный, он общий, наверное, для всех вопросов применения из КЗИ, но если говорить специфично про использование библиотек для ТЛС, то условно, если там InfoTex, например, предложит бесплатно использовать свои СКЗИ, например, не дай бог, всюду при встраивании, всюду в ваших операционных системах, ну, казалось бы, возьмете вы ваш OpenSSL, возьмете вы прослойку напишите, там не очень сложную, чтобы вызвать чуть другие API, или там те же самые, если InfoTex новых продуктов, OSSL, которые там наверняка по интерфейсам похожи, он предложит. Казалось бы, берете, используете. То есть, в чем трудность, честно, я не чувствую, возможно, вы сможете это пояснить. Если мы договоримся о таком пилотировании, скажем так, то это, безусловно, вариант. Я немножко прокомментирую, я думаю, это вообще не проблема, да, действительно, то есть вы можете брать разные API, вы можете брать разные функции, но с другой стороны, ведь это важно не столько для операционной системы, сколько для приложений. На прикладном уровне это определяется даже не самой операционной системой, а разработчиками приложений, которые используют того или иного вендора. И тут проблем вообще для вас существовать не должно. Другой вопрос, что для функционирования самой операционной системы нужна криптография, да, безусловно. Но эта криптография низкоуровневая, вообще говоря, не зависящая от API, ни нашей, ни криптопрошенной, это ваш API должен быть. Вы должны это вызывать, вы должны это выстраивать, эту систему. Если вам нужна криптография, например, для контроля целостности, вам нужна криптография для контроля целостности, она должна быть погружена в вашу операционную систему полностью, И вы ни в коем случае не должны использовать криптографию стороннего вендора. Вот это мое мнение. Но это ладно, немножко в сторону от нашей дискуссии. Специфика вашей операционной системы, да. Ну давайте в эту дискуссию немножко в сторону отведем. Понятно, спасибо. Тогда давайте перейдем к Роману, потому что Роман нас всех послушал. И возможно где-то в чем-то опять же мы все глубоко заблуждаемся, а Роман нас поправит. Нет, все глубже, я совсем согласен. Первый мы на себе сделали уже очень много. В Астре у нас и применяются патчи для сервера, для сервера патч, для внутренних корпоративных тела СВО, для интернет-браузеров, который программ, который янглс-браузер считает, где мы сейчас так же все заработаем. Я буквально не работаю. Собственные уделения для работы с ЦСП, Женя, для этой работы, все, в принципе, здорово. Те проблемы, которые мы сталкиваемся сейчас на уровне, в имени, там, такой прикладной криптографии, это все-таки так или иначе-то разная пили разных лендеров. Все равно, потому что нам приходится довольно сложно перерабатывать, пересматривать, работать и для работы с разными процессами, которые мы проводим, пока что мы не можем сделать, как это криптопром, после него криптопроводится, пока еще в работе все находится, опять же, потому что тогда мы можем делать и так, делать, либо искать три различных, четыре различных вида, что тоже у нас есть. А вот так у нас основные проблемы в области метод проверенного хода, профессионального хода. Мы так понимаем, мы еще в этом вопрос отдельный проект. Да, конечно, он будет отдельно. Спасибо большое, Роман. Собственно, вот первый вопрос, наиболее общий. Я думаю, что, учитывая, что все ответы были в целом, наверное, которые можно резюмировать так, что у нас все крипичи действительно есть или полностью готовые, либо по которым есть лишь шероховатости, у нас не хватает в ряде областей, скажем так, плана внедрения криптографии кнутом, пряником, но тем не менее протаскивание непосредственно перехода на ГОСТы там, где это уже можно делать без технических каких-то особых трудностей. Я добавлю, наверное, от себя проблему, которую мы не озвучили, то, что некоторые из крупных банков, из ТУП-10, скажем так, не раз говорили нам о том, что переход на ГОСТ зачастую труден еще из-за того, что средства защиты информации внутренние, которые привыкли для своей работы трафик перешифровывать, то есть расшифровывать, легитимно проверять, что нет никакой гадости и расшифровывать обратно, что они банально несовместимы с ГОСТом, ну, банально, потому что они сделаны за рубежом. Это в условиях перехода многих средств защитной информации на полностью российскую базу, наверное, проблема будет мягко решаться, но не нужно о ней забывать, потому что перевести большую инфраструктуру какую-либо коммерческую организацию, тем более огромного банка, полностью на ГОСТ, ну, наверное, невозможно, если мы не учтем вот такие факторы. Это я от себя лично добавил, просто из проблем, которые мы не озвучили. А вот то, что мы все проговорили, то, с чем мы все согласились, то, что инфраструктуры в части выдачи сертификатов безопасности сейчас таковой нету. Ну, есть частные, хоть и безопасные, я согласен, Александр, слава богу, решения все же сделаны как костыли для того, чтобы оно вот работало сейчас. Там кросс-сертификаты, доверие УСКЗИ конкретным корням, это работает, это безопасно, но это не масштабируемо в масштабах страны, как только мы говорим про серьезный рост. И поэтому вот переходим к второму вопросу, который является во многом, наверное, самым болезненным, на мой взгляд, сейчас. Это в целом подходы к организации порядка распространения ТЛС-сертификатов. Как это делать? Есть, но не меньше трех подходов, известных мне, которые обсуждаются. Это самый жесткий вариант, что только НУЦ выдает ТЛС-сертификат, и больше никто даже туда вообще не подпускается. Второй вариант, это любимый всем присутствующим, наверное, на ПКФ-оруме вариант с аккредитованными подчиненными ОЦ. Берем 63 ФЗ вместе с его плюсами и минусами, берем ту аккредитацию, что у нас есть, и вот под кальку делаем то же самое для ТЛС-сертификатов. И третий вариант, например, это условно некие доверенные лица НУЦ, то есть картинка похожа на то, как сейчас работает ФНС, УЦ ФНС России, и доверенные лица УЦ ФНС России, которые работают несколько по-другому, чрезвычайно аккредитации УЦ в целом. И вот здесь частный опрос, который надо не забыть тоже осветить, поэтому сразу проговорю. Очень сильно перекликающийся между вопросами ПКИ или ТЛС-сертификатов ПКИ у нас в стране вообще, для электронной подписи в частности, это то, кто должен выдавать сертификаты служб, в частности ОССП. Почему выделил я отдельный частный опрос? Потому что и для ТЛС-сертификатов, и для электронной подписи, на самом деле, для любого ПКИ или любых сертификатов, статус их отозванности и неотозванности всегда важен. ОССП-службы то, что нам обеспечивает возможность делать это быстро и безопасно, опираясь на весь мировой опыт, спокойно, таким доверенным образом. Но вот при этом, кто должен выдавать сертификаты от СП-служб, на самом деле вопрос, как ни странно, неоднозначный. Если посмотреть внимательно на нормативную базу, ответ другой, один. Если посмотреть на РФС, ответ другой. Если посмотреть на то, как работают сейчас технически все средства, ответ, ну, в чем-то даже третий. Вот эти практически два вопроса хотелось бы проговорить между собой, по крайней мере для того, чтобы дальше общую, либо там две необщих позиции продолжать обсуждать. Игорь Федорович, если можно, начать бы снова с вас, потому что, опять же, это один из запросов, пусть и больных, которые в рамках НДЦК тоже уже обсуждаются. Ну, эти вопросы действительно обсуждаются. На мой взгляд, любой из этих подходов имеет свои плюсы, свои минусы. И какие из них перевесят, это, скорее, вопрос не технический, на мой взгляд, а административно-командный. Поэтому, на мой взгляд, было бы, конечно, на мой взгляд, было бы правильно это все-таки иметь аккредитованные подчиненные в удостоверяющие центры, которые бы работали, ну, выдавали эти сертификаты. Ну, какое решение будет принято, насколько я, так сказать, понимаю, тут у регулятора пока нет окончательного решения. Андрей, я, если не ошибаюсь, у тебя позиция чуть-чуть отличается и, по крайней мере, уточняют позицию про то, какой из трех путей наиболее предпочтителен. Не мог бы ты рассказать о том, как ты сам лично считаешь, какой из трех подходов, или, может, четвертый подход какой-либо, наиболее предпочтительный для того, чтобы выдавать туда сертификаты в России. Да, ну, на мой взгляд, туда же, да, много было разных споров, в том числе и с Минцифрой, и с регулятором. Какой же из подходов выбрать? Какой из них более правильный? Очень громкое мнение регулятора, да, сразу. Товарищ майор, он смотрит за нами и следит постоянно. Дабы он не обижался, скажу, что мы, наверное, поддержим в любом случае регулятора. Если говорить про… Если говорить про мое личное мнение, то я бы выбрал опыт с доверенными лицами. Объясню, почему. Ну, во-первых, как говорил Статин Валерьевич, на пленарной сессии был печальный опыт, ну, как не печальный, а добрый опыт. Ближе, да. Был опыт, назовем его просто опытом, с принятием 63 ФЗ в первой редакции, с большим количеством удостоверяющих центров и с тем, какие проблемы, собственно говоря, последовали. Вот. По мне, институт доверенных лиц более прозрачный. Почему? Потому что вот дальше мы будем говорить про технологию прозрачности сертификатов, и если у нас будет единая точка входа, не придется делать большое количество таких механизмов, и опять же, один удостоверяющий центр сделал, второй не сделал, одного забарахлил и так далее. А тут получится достаточно гибкий, удобный и понятный всем инструмент. Плюс, если мы говорим про организацию выдачи сертификатов, то сертификаты для веб-сайтов, для серверов, это лишь малая талика на самом деле. Потому что, ну, в идеале, на мой взгляд, чтобы у каждого гражданина, который там активно пользуется госуслугами или другими там ресурсами веб, которые требуют аутентификации, был свой сертификат безопасности для уже двухсторонней аутентификации. И очень важно сделать так, чтобы любому пользователю было максимально удобно его получить. Вот. Ну вот, наверное, так. Что касается ОЦСП и второго вопроса. Вопрос очень дискуссионный. Я бы скорее ОЦСП бы положил в одну плоскость 63 ФЗ наравне с ТСП, потому что ТСП же сейчас у нас и в этой части идет. Вот. Кто должен выдавать? Тоже вопрос сложный. Поскольку ОЦСП и ТСП – это сервисы удостоверяющих центров, как правило. Вот. Ну, ТСП еще доверены третьей стороны. Да, теперь так. ОЦСП вообще никак сейчас не зарегулирован законодательно. Вот. То в соответствии с текущим законом, как правило, это юридические лица. Юридические лица могут быть либо там органами власти, либо юридическими лицами, либо, значит, каким-то там финансовыми организациями. Поэтому вот три точки входа – это ФНС, Федеральное казначейство и ЦБ. Вот. Насколько коллеги готовы это делать, ну, наверное, к ним нужно вопрос задать. Вот. У меня такой информации нет. Но я бы в этой части, в части регулирования как раз и меток доверенного времени, там, ОЦСП, даже ДВЦС, я бы сделал какую-то единую точку входа, согласованную с регулятором. Это мое мнение. Но при этом здесь еще и технические аспекты, связанные с ОЦСП особенно. И вот если можно, я бы Александр Поташников просил рассказать о тех моментах, что здесь есть. Да, смотрите, значит, продолжение дискуссии про ОЦСП. Дело в том, что сам протокол подразумевает, собственно, что сертификат этой службы должен выдавать тот удостоверяющий центр, который выдавал сертификаты. И в максимально жестком, так сказать, трактовке это должен быть именно тот сертификат удостоверяющего центра, в котором подписаны сертификаты, на которые идет запрос. Поэтому здесь у нас технический, очень такой маленький, собственно говоря, отсутствует вообще маневр, да, такой, как таковой. Поэтому, значит, в рамках текущего законодательства действительно это никак не регулируется. И тут получается казус некоторый. Например, те же самые службы, которые мы сейчас делаем, сертифицируем, они делаются в рамках 63-го ФСЗ и 705-го, 706-го приказа. Соответственно, в правилах пользования на эти службы появляются интересные фразы. В соответствии с текущим законодательством должны издеваться эти сертификаты, а законодательства текущего, в общем-то, как таковой нет. Поэтому вопрос очень тонкий. Либо мы, хорошо, если, предположим, регулятор считает, так сказать, принимает решение, что это должна быть единая служба, некая, так сказать, тогда мы полностью меняем протокол и полностью переписываем, значит, всю эту технологию, потому что работать она не будет. Либо мы все-таки прогибаемся под технологию и делаем законодательство и требования, значит, соответствующими данной технологии. Тут как раз тот самый любопытный случай, когда не очень понятно, кто впереди, так сказать, технология или законодательство. Здесь для нас очень действительно сложный такой вот неоднозначный момент. Та же самая история касается и ТСП, на самом деле, но в меньшей степени. ТСП, слава богу, может делать, в общем, практически можно любой сертификат подставить, он будет иметь право обрабатывать любые запросы. Что касается архитектуры, собственно, будущей выдачи сертификатов, не знаю, мне больше нравятся идеи, конечно, аккредитованных подчиненных УЦ. Но с другой стороны, не очень понятно, потому что эти аккредитованные подчиненные, это должна быть коммерческая история, но сейчас ее коммерциализация не очень видно, не очень понятно, какое количество сейчас их будет, вообще, насколько это, то есть это должны быть какие-то инвестиции, такие добровольные, чтобы вот это все создавать, эту инфраструктуру. Ну, доверенные лица, ну, честно говоря, если доверенные лица будут работать под тем же корнем, то мы получим проблемы масштабируемости. Ну, то есть это как они будут, доверенные лица, то есть они будут просто запросы делать? Ну, проблемы масштабируемости, это архитектурные проблемы, можно горизонтально, вертикально масштабировать, достаточно много. Ну, вот, короче, не знаю. Меня чисто вот по аккредитованной подчиненной, да, но, конечно, не в таком количестве, которым это было, значит, там, не 300 штук, да, чтобы 2-3, условно говоря. Как отрегулировать, ну, не знаю, тут вопрос не ко мне, наверное. Да, что касается, одну секунду, можно? Что касается там ОЦСП, хочу дополнить. Ну, можно там пойти по пути, там, авантюрной идеи и сделать единый сервис ОЦСП для всех удостоверяющих центров. Вот, да, придется немножко там поменять протокол, но это тоже возможно. Немножко менять протокол, это означает менять все клиентские СКЗИ и клиентские средства в России, так-то уж. Я же сказал, что подход авантюрный. Ну, я боюсь, что за нас такой авантюр нас могут менять. Я предлагаю более авантюрный, поменять законодательство и требования, так, чтобы они укладывались в технологию. Куда более авантюрные идеи. Оба варианты плохие, расходимся. Александр поднял вопрос, который я думал оставить на самый последний момент, но я думаю, что уже Александр его затронул, поэтому давайте чуть-чуть период вопросов поменяем. Может быть, будут заранее вопросы по пункту 6 про стоимость сертификата безопасности, потому что, безусловно, мы пока не имеем вообще такого момента, как рынок сертификата безопасности, но если мы говорим про коммерциализацию его, как один из разумных подходов к обеспечению массовости, ну, понятная идея, если у нас будет кто-то, некий институт коммерческих УЦЭТ или ТЛС-сертификатов, неважно кого, заинтересованы выдавать сертификаты, собственно, говорят, ну, понятно, что массовости станет, наверное, больше. Ну вот, от одного из участников дискуссии была идея включить такой вопрос в перечень вопросов обсуждения, есть ли те, кто готов на такой непростой опрос сказать свое мнение? У меня есть предложение, значит, на самом деле все очень просто, они должны быть чуть дешевле, чем сертификаты для негоста. Очень хороший. Вот, тогда, чтобы это было некая заинтересованность в переходе, то есть мы технически сделаем возможность работать и на том, и на другом, но сертификат для госта будет стоить чуть-чуть дешевле. Да, у меня более такая глобальная, дополню Александра. Ну, во-первых, у нас есть сертификаты российские на отечественной криптографии и на зарубежной. Вот, если мы говорим про зарубежную криптографию, там есть разница в части там доверия к тому, кто получает сертификат. Я говорю про DV-сертификаты и ОВ-сертификаты. Значит, я бы сделал все DV-сертификаты бесплатными, вот, по достаточно такой, ну, не очень большой цене. Бесплатно? Не-не-не, да-да-да, прошу прощения. У меня мысль пошла дальше. Значит, все DV-сертификаты бесплатные. ОВ-сертификаты платные. Вот, но тут есть вопрос по протоколу АКМЭ. Это потом. Да. Я бы сделал для ОВ-сертификатов АКМЭ бесплатный, а для DV-платный. Причем платный АКМЭ для DV-сертификатов должен стоить больше, чем сертификат ОВ. Я смотрю, уже есть проработанная схема практически. Да. И дальше, если мы переходим к ГОСТу, то ГОСТ должен стоить дешевле, чем платный ОВ. Павел, свое мнение. Я скажу, что Андрей, да, уже в голове сформировался прайс, и по запросу он готов выслать. Ну, наша позиция попроще, что мы считаем, что все-таки он должен быть не бесплатным, любой такой ТВС-сертификат, а какая цена, но точно не определяемая каким-то нормативом, пусть рынок сам определит, какая справедливая цена должна быть для ТВС-сертификата. Спасибо. Коллеги, ну, мы по вопросу распределения СКЗИ, внедрения СКЗИ немножко уже начали говорить, но мы не затронули такой один из наших любимых в кавычках вопросов, как, по экземплярный учет, который для клиентских СКЗИ является довольно непростым вопросом, то есть порядок скачивания, порядок распространения, порядок экземплярного учета. Здесь, к счастью, хорошие прецеденты есть, которые позволяют нам говорить о том, что и в рамках существующего законодательства можно легитимно распространять СКЗИ так, что это было и безопасно, и аккуратно, и по нормативной базе, и при этом, ну, более или менее удобно. Ну, вот о таких подходах, наверное, Павел, начни, пожалуйста, да, и потом как раз продолжим. Да, на наш взгляд, основные вехи в этом направлении проделаны, есть и клиентские, и серверные, СКЗИ сертифицированные, причем, если мы говорим про ТЛС серверные, то здесь есть как и законченное решение, и у нас, у коллег по рынку, так и есть возможность встраивать, даже во многих случаях без оценки влияния, российские криптопровайдеры в популярные веб-серва, такие как Nginx, Apache. Да, если говорить про мобильные приложения, то тут ситуация несколько сложнее, потому что необходимо встраивать российскую криптографию в само приложение, и здесь, конечно, без оценки влияния не обойтись, но возможно, опять же, чтобы обеспечивать массовость и облегчить процесс, есть возможность как-то отдельно обсудить вопрос более упрощенной процедуры оценки влияния, но вопрос достаточно сложный, ну, и, наверное, обсуждаться должен в рамках, не в рамках нашего сегодняшнего, нашей дискуссии. Отдельно также хочется остановиться на вопросе сертифицированности, нужна ли она, ну, на наш взгляд безопасность это даже не про то, какая криптография там, ГОСТ, РСА, ЕЦДСА, извиняюсь, важнее тут скорее проверена ли это криптография или нет, и, собственно, самым нормальным проверенным вариантом является сертификация, поэтому, конечно же, с КЗИ должны быть сертифицированы, на наш взгляд. Ну, и четвертый вопрос про поэкземплярный учет. На наш взгляд, сейчас уже есть удобные механизмы, в том числе автоматического поэкземплярного учета, достаточно вот вспомнить ситуацию с возможностями скачивания Яндекс.Браузера с госуслуг, госуслуги.ру.браузер, который позволяет в виде бандла сразу установить и криптопровайдер, и Яндекс.Браузер. При этом поэкземплярный учет происходит автоматически через систему ESEO. Поэтому вот в части поэкземплярного учета, наверное, что-то менять, может быть, не стоит, а сейчас все работает, и достаточно использовать тот подход, который применяется сейчас. Александр, опыт компании Infotex по этому же вопросу, конечно, очень важно услышать. Я с последнего как раз вопроса начну с поэкземплярного учета. Действительно, мы эту проблему, слава богу, решили, то есть мы производим этот поэкземплярный учет в процессе собственной регистрации, то есть это прозрачный для пользователя процесс, который, в общем-то, его нисколько не затрагивает. А вот здесь нет одного еще более важного момента, это контроль целостности, проверки подлинности этого дистрибутива. Этот вопрос очень тесно связан с распространением подписью кода. И вот немножко забегая вперед, скажу, вот моя мечта, например, чтобы мы могли подписать этот дистрибутив, а проверила его целостность операционная система, которая умеет это делать. То есть подписать по единым правилам, так, чтобы проверка подписи, соответственно, по единым правилам производилась и выдавался ответ, собственно, доверенный дистрибутив или нет. Это, собственно, решение, которое лежит на поверхности, но которое, к сожалению, плохо-плохо очень достижимо на данном этапе. Что касается вопросов встраивания и так далее, то есть, в принципе, мы эти вопросы часто действительно обсуждаем. Да, действительно, это разговор долгий и, наверное, не для этого круглого стола. Краткое резюме трудностей, которые есть у разработчиков операционных систем. Коллеги из Астри, Лаберта Рекасперского и Стэн Далибы о том, почему все-таки иногда больновато встраивать криптографию российскую и распространять своими дистрибутивами, было бы полезно, опять же, для того, чтобы мы еще раз вспомнили, какие есть трудности, которые нужно решать. Роман, давайте поближе, если можно. Микрофон. Да, но в целом, в вашем счете, как мы у нас реализовываем, как раз, видно, то есть пара мучений в ваших системах, она не очень стремляется. Единственная у нас здесь сложность, это как раз схема распространения включить в великой схеме, гостовую подпись. Хорошо, да, но надо посмотреть, чтобы еще, но еще важно, чтобы у всех операционных систем было это одинаково, да, потому что я знаю Астра, а там АЛТ, например, тоже проверяют подпись, но это подпись, выполненная их средствами, в их формате и, собственно говоря, на ключе, который они нам для нас создают. То есть мы вынуждены, к сожалению, пользоваться большим, так сказать, спектром ключей для разных операционных систем. Безусловно, да. Я здесь дополню, наверное, и говоря о проблемных аспектах, наиболее сложным видится возможность экспорта, тех продуктов, которые на базе нашей системы выпускаются и распространяются на одном дежных рынках, поскольку нет единого понимания о том, а какие решения вопросов, наверное, сможем экспортировать изменения каких-то проблемных регуляторов. Экспортировать именно из КЗИ? Экспортировать продукт, в котором интегрированы СВИ. Ну, здесь. Мы здесь однозначно, где он на несколько вариантов исполнения для российского рынка, для тех, кто не знает, и получается довольно широкое мнение. Вопрос получения, отвечу сам, наверное, вопрос простой. Вопрос получения нотификации на российские СКЗИ, ну, очень хорошо и массово решается для всех основных разработчиков. И у Infotex и у нас все, наверное, скажу так, основные СКЗИ имеют экспортное либо отдельное исполнение, которое допустимо для экспорта, либо просто имеются с нотификацией на свое самое СКЗИ. Поэтому в большинстве случаев проблем либо не будет, либо они очень легко решаются, так что, по-моему, здесь не очень стоит сильно беспокоиться. Добавлю еще, что если речь идет только об электронной подписи, в данном случае идет речь о проверке электронной подписи, для вас нотификация будет вообще элементарной. То есть, в общем, каких проблем нет, это для средств защиты информации, когда у вас там шифрование, там с ключом больше, чем сколько там, 64 бита и так далее и тому подобное. Там есть действительно проблемы и ограничения. Если вы используете криптографию для проверки подписи, у вас вообще никаких проблем. Коллеги, говоря про то, чего не хватает в части СКЗИ, наверное, есть вот очень нужно что затронуть. Вопрос, связанный с вопросом предыдущим про сертификат безопасности. Я хотел бы выразить это Андрею Пьянченко. Дело в том, что говоря про распределение неких таких идеальных клиентских СКЗИ будущего, надо еще, чтобы все они поддерживали технологию сертификата транспарнтси, поддерживали возможность проверять безопасность сертификата не только классическими методами, но и с помощью реестра сертификатов, который по технологии, которая сейчас применяется уже в НУЦ РСА в российском. И за рубежом коллеги из Гугла это инициировали как довольно массовую историю. позволяет убеждать пользователей в том, что им не нужно бояться, что кто-то там выпустил где-то подменный сертификат и всех обманул. Андрей, наверное, учитывая, что вопрос имеет отношение примерно ко всем вопросам нашего обсуждения, расскажи, пожалуйста, вкратце про технологию и про то, какие у них перспективы в России, потому что без нее на самом деле мы не решим одну важнейшую задачу, это доверие граждан к туда сертификатам, потому что, наверное, здесь можно не Юля вспомнить о том, что как только возникают слова ГОСТ, тогда сертификат российский УЦ, сразу возникают слова Казахстан, товарищ майор и прочее. И очень важно, чтобы мы могли людям совершенно честно, спокойно объяснять, почему им не нужно бояться того, что кто-то где-то, заставив их условно доверять корневому российскому сертификату, дальше будет перехватывать трафик. Почему технология, о которой мы сейчас говорим, может полностью это предотвратить, и что нужно, чтобы в России она ожила полноценно? Ну да, я соглашусь с тем, что опыт Казахстана не самый лучший опыт, и когда мы начинали, собственно говоря, внедрять свой отечественный удостоверяющий центр на иностранной криптографии в России, связано это было с специальной военной операцией. Многие там из-за рубежа давали сигналы, Минцифры, что вот, сейчас будет то же самое, что в Казахстане, знаем и вас, товарищ майор, все дела. То, что ты, Станислав, совершенно правильно сказал. Но собравшись с сообществом и рассмотрев разные варианты, мы действительно пришли к тому, что необходимо нам внедрить технологию прозрачности сертификатов или сертификей трансперности. За что, кстати говоря, получили положительные отзывы от того же КАП-форума. Опять же, сигналы, хоть мы сейчас тесно не сотрудничаем, но сигналы до министерства доходят. Давайте я вкратце расскажу, что же это такое, что же за технология такая сертификатов безопасности. Все на самом деле очень просто. Когда кто-то, ну заявитель назовем, присылает запрос на выдачу сертификата в удостоверяющий центр, удостоверяющий центр выпускает так называемый пресертификат, который еще не является сертификатом. Этот пресертификат направляет в публичные логи. Условно говоря, логи эти публичные, сейчас их созданы три штуки, один из них государственный, два частные. Один принадлежит Яндексу, второй ВК. И, собственно говоря, получая эти пресертификаты, логи формируют специальные метки, которые говорят о том, что да, удостоверяющий центр уведомил эти логи, что сертификаты планируются выпускать. Эти метки сформированные отправляются, возвращаются в удостоверяющий центр, после чего удостоверяющий центр выпускает сертификат, добавляя в этот сертификат эти самые метки. Что же это дает? Это дает, по сути дела, прозрачный контроль над деятельностью удостоверяющего центра. То есть ни один удостоверяющий центр ночью в нерабочее время не сможет выпустить сертификат какой-то в обход публичности. Соответственно, любой желающий, есть механизмы специальные, может проверить, есть ли там такой сертификат в логах. Сертификат того ресурса, на который хотят, собственно говоря, зайти. И некоторые браузеры это делают автоматически. Автоматически обращаясь в логи, если находят там сертификат, дают зеленый свет. Что касается перспектив развития технологии. Мне кажется, что эту технологию нужно плавно перевести в плоскость ГАСТа и как-то стандартизировать ее в рамках Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, внедрять в рамках национального удостоверяющего центра, либо системы национальных удостоверяющих центров, в зависимости от того, какой подход будет выбран. Спасибо большое. Я здесь даже дополню Андрея в части сигналов положительных. Так как, несмотря на все политические изменения, инженеры, к счастью, в мире во многом связи с инженером и всегда топят за все хорошее в частном, по крайней мере, общении, то так как мне нужно было добить до конца RFC по ТДС-1.3, я продолжал взаимодействовать с коллегами по ИТФ, которые во многом очень сильно пересекаются с теми, кто является идеологами сертификат-транспарненси вообще, технологии, и Каффорума. Это представители, ну и, в общем, понятно, Мозилы, Гугла, Эппла, в общем, понятных организаций. И действительно, так как Казахстан был для всех очень неприятным примером, то как только коллеги поняли, что в России, когда возникает по необходимости применение нутца российского СРСА, и при этом мы сразу делаем правильный сертификат-транспарненси, то в частных беседах, ну и, собственно, я знаю, что сильные боесигналы и не очень частные, было очень много высказано хорошего про то, что мы используем технологию именно для того, для чего она была изначально предназначена, а не так, как на самом деле использовать начал когда-то ее Google, просто для того, чтобы немножечко чуть-чуть дополнительно монополизировать рынок под собой, не позволяя другим УЦ с помощью подменных сертификатов на рынке рекламы больше зарабатывать. Это была зарубежная история, которой, к счастью, в России нету, но сертификат-транспарненси был сделан не для российских наших нужд обеспечения прозрачности и доверия граждан, а для того, чтобы защититься от навязанной рекламы, которая вставляет фактически в трафик. Это не устраивало Google, он разработал технологию, которая вроде и за все хорошее и одновременно позволяет им рынок рекламы сохранять. Собственно, вот в России мы ее совершенно таким максимально правильным, таким благодушным способом начали устраивать, за что многие зарубежные коллеги в частном порядке, нам как России, очень благодарны. Так что Андрей здесь совершенно прав, что мы здесь сразу, так сказать, на стороне добра выступили. Коллеги, учитывая, что у нас с вами затянулся обед и у нас времени очень много, есть предложение перейти к двум другим темам, которые крайне тесно связаны с остальным всем, но при этом являются в чем-то немножко такими более точечными вопросами. Это протоколы АКМИ. Кто не знает эту аббревиатуру, это протоколы, которые позволяют упрощенным, автоматизированным образом выдавать сертификаты владельцам веб-сайтов. Если кто знает такое слово, как Let's Encrypt, это сервис выдачи телесертификатов, сейчас, к сожалению, очень много российских сайтов защищены с помощью сертификатов Let's Encrypt. Это фактически возможность сделать по-настоящему массовое тему с распространением телесертификатов. Изначально это позиционировалось как последний шаг зарубежных коллег для перехода с HTTP на HTTPS для того, чтобы наконец-то перестали все использовать сайты без сертификатов вообще. В России, естественно, нам это нужно для того, чтобы выпечить возможность массовой выдачи сертификатов с ГАСТом. Но так как протоколы АКМИ сами по себе вполне так не лишены недостатков в части безопасности, то важно здесь с самого начала все это делать правильно, надежно, безопасно, наверное, стандартизировав на раннем этапе. И вот здесь, опять же, передал бы сначала слово Андрея Пьянченко, который, наверное, про АКМИ в России, по крайней мере, если не лучше всех знает, а по крайней мере, раньше всех узнал. Ну да, мы изучали этот вопрос. Есть несколько вариантов работы протокола АКМИ. Я не буду отдельно на каждом из них останавливаться. Скажу лишь о том, что протокол такой нужен для России обязательно. И, на мой взгляд, такой протокол нужно реализовывать только на отечественных сертификатах безопасности, я имею в виду ГОСТ-сертификаты. Сейчас решается вопрос, точнее не решается, а ставятся работы по изучению и созданию таких протоколов. И, я думаю, многие из нас, которые сейчас и на сцене, и, возможно, в зале, будут принимать в этом участие. А так, есть классическая реализация протокола АКМИ. Ее нужно будет реализовать. Это 100%. Но также в части развития этого протокола можно будет посмотреть непосредственно на российскую специфику и попытаться как-то завязаться на регистраторов доменных имен. Я думаю, тоже будет опыт интересный, но это в перспективе. В работах, которые планируют сейчас по линии НИРа НТЦК, планируются ли эти вопросы прорабатывать? Вот, может быть, Игорь Федорович, Павел Иванович, как те, кто рассказал об этих работах, прокомментируют, что планируется сделать по линии? Ну, собственно, как Андрей Пьячинский уже сказал, что в том числе в нашем мире участвует большое количество здесь присутствующих, и сам Андрей Пьяченко. Поэтому эти вопросы активно сейчас прорабатываются. Непосредственно даже один из пунктов ТЗ – это как раз проработка возможности использования протокола АКМА с российской криптографией. Поэтому в деталях, конечно, углубляться мы не будем сегодня, но это точно до конца года будет сделано, и можно уже на результатах НИРа в следующем году будет реализовывать уже конкретные решения. Но при этом это, вероятно, нужно будет далее стандартизировать в рамках нашего ТК-26. Да, безусловно. Игорь Федорович, не могу не видеть вас, потому что уже в двух ролях практически вопрос к вам. Безусловно, конечно, такой процесс стандартизации надо будет запустить в рамках ТК-26. Конечно, потребуется время на обоснование его специальных свойств. Но я думаю, что коллектив заточен на это, и мы пройдем этот путь сравнительно быстро, и я надеюсь, безболезненно. Спасибо. Ну я думаю, что даже догадываюсь, какая рабочая группа будет этим заниматься. Спасибо большое. Коллеги, так как по АКМЕ вопросы гораздо шире, чем только разработка протокола, то вот Александр и Роман прокомментируете ли вы, какие у вас есть пожелания к тому, как бы в России протоколы автоматической выдачи ТЛ-сертификатов могли бы работать, чтобы и потребностям вас, и ваших приоритетных заказчиков это было удобно и интересно. Здесь как раз-таки дать какой-то понятный ответ сложно, потому что мы, в общем, тоже испытываем сложности со своим конечным потребителем, который не знает, как правильный масштабируемый, какие у него, в принципе, будут регламенты для ее обслуживания, поэтому в данном случае, наверное, я скажу, что в какой-то работе, может быть, даже СТК-26 мы здесь готовы подключиться, в каком-то, скажем, медленном огне эти работы вести и со своими потенциальными потребителями в плане уточнения того, а что же им нужно. Ну, наверное, такую работу достаточно интенсивно, но без какого-то опережения мы проводим, будем проводить. Ну, тогда, то есть сейчас ждем завершения НИРа, после чего начинаем уже предметную работу по, по крайней мере, подготовке к стандартизации, и на этом этапе подключаетесь, ну, по возможности, и вы тоже, для того, чтобы ваши пожелания также были учтены. Роман? Спасибо большое. Я думаю, что это мы точно сделаем. Здесь через год уже отчитаемся, если не об успехе, как о чем-то стоявшемся, то, по крайней мере, о существенных продвижениях. Коллеги, вопрос по отечественным сертификатам, сертификатом для методоверенного кода, сертификатом CodeSign, тоже связан плотно, на самом деле, с опросами НУЦа и опросами вообще сертификата безопасности, так как понятно, что создавать несколько доверенных корней в России было бы странно. Есть корень ГУЦ для квалифицированной подписи, есть корень НУЦ, который будет функционировать как корень доверия для всего, связанного с сертификатами безопасности, не применяемыми непосредственно для подписи. И сертификаты CodeSign, сертификаты методоверенного кода, как их предварительно назвали, это то, что, безусловно, здесь сразу входит в область нашего рассмотрения, и при этом это вопрос, о котором на самом деле давно говорили, потому что, с одной стороны, массовая криптография, как все много раз говорили, невозможно без простого распространения, с другой стороны, мы с вами сами понимаем, что если хоть раз будет инстендент, когда какой-нибудь СКЗИ, неважно какого производителя, будет распространено, а кто-то их по дороге подменит, это будет грандиозный скандал, который компрометирует сразу очень многое, что связано с нашим СКЗИ, поэтому мы этого все очень боимся, все очень стараемся постраховываться на всех этапах. Ну и в-третьих, когда мы говорим про развитие сервисов, криптографии, удобных сервисов, нам, конечно, важно, чтобы мы доверяли тем клиентским компонентам, которые возникают у пользователей, в том числе у малопредпособленных к тому, чтобы там безопасность проверить дополнительно. Плюс сейчас у нас с вами дополнительная возможность всерьез развить наши среды функционирования, наши операционные системы, и, собственно, доверие к этим самым корням заложить на раннем этапе. Ну вот все вот это приводит нас к тому, что пора предметно обсуждать сертификаты для метрик доверенного кода. Здесь, наверное, я хотел бы спросить на чате Александра Поташникова, потому что Александр, как мне кажется, был всегда одним из идеологов того, что систему это нужно создавать наиболее качественно, быстро, оперативно. Александр, если можно, расскажи, как ты это видишь. Ну вот когда мы обсуждали, собственно говоря, этот вопрос, вот был он немножко покороче, чем подписывать, дальше добавили, чем проверять, потому что здесь вот как раз та самая ситуация, что проверять, как проверять, и что проверять гораздо важнее, чем и как подписывать, с моей точки зрения. Потому что сейчас проблема в чем? Мы уже тут обсуждали, подошли к этому обсуждению, этого вопроса. Операционные системы отечественные, которые сертифицируются, они имеют в своем функционале, собственно, проверку подписи. Но эта подпись выполняется в разных форматах, в разном способе, с разными ключами, и так далее, и тому подобное. И это создает проблемы для вендоров, в первую очередь. Для пользователей, наверное, это малозаметно, хотя, может быть, и тоже имеет свои особенности. А, да, безусловно, имеет, потому что еще бывает у некоторых вендоров под каждую версию операционной системы свой формат подписи, свои, так сказать, свои ключи подписи под каждую версию. Соответственно, конечно, тут начинать надо, может быть, наоборот, со стандартизацией. То есть сначала проработать единый какой-то формат, единый подход, да, подписи, проверки подписи, а потом уже переходить к созданию, собственно, самих инфраструктур и самих сертификатов. Потому что без вот этого вот единого подхода, единого формата, в общем-то, выпуска самих сертификатов одного особого смысла не имеет. Ну да, будут одинаковые сертификаты. Здесь, наверное, я частично поапонирую, потому что, с одной стороны, безусловно, если мы начнем все решения внедрять, не специфицировав, будет очень грустно и плохо, безусловно, но при этом до создания какого-либо работающего макета, наверное, мы требования к спецификации это не сможем зафиксировать, потому что мы все понимаем, что там формат подписи, естественно, всем понятен. Что делать, тоже понятно. А вот какие-то нюансики, какие поля нужно фиксировать вместе с подписью, какие, возможно, требования к жизненному циклу ключей предъявить. Вот я, честно говоря, не уверен, по крайней мере, со своей стороны, что сейчас на берегу все эти моменты мы сможем учесть. Поэтому, возможно, вот тот план по созданию макетных решений, которые, опять же, есть в ЦК, возможно, он сейчас является неплохим первым шагом. Ну, возможно, но я говорю, что без договоренности, общей договоренности и какого-то единого формата на берегу, да, ну, сейчас смысла не имеет вот дальше двигаться. То есть нам нужно как раз вот с этого, тогда эту работу и начинать. Вот в ЦЦК, да, то есть проработать некий формат, предложить его разработчикам операционных систем, чтобы они его поддержали, чтобы они сказали, что да, это хорошо, и тогда после этого уже дальше двигаться к реализации. Согласен, потому что действительно что-то либо разработать в данной сфере, честно говоря, элементарно. Более того, и у нас, и у вас точно есть такие наработки, потому что банально мы распространяем собственно из КЗИ таким образом. Но при этом сделать это сразу единым форматом, они как в ССЕВС делают всегда там USB, USB Type-C, Lightning и прочее, потом нормативно пытаясь заворачивать гайки, привлечь к одному, это будет гораздо больнее, чем сделать с самого начала единым образом. Я, собственно, хотел, Станислав, вас поддержать, потому что, наверное, прежде чем предлагать общественности какие-то решения, их надо пробировать, и поэтому вот в рамках мира, который запланирован, создание макеты и проверка на нем работоспособности этих идей, отработка их, и потом уже обсуждение, наверное, это более правильный путь, который мы, надеюсь, пройдем. Спасибо. Коллеги, ну вот теперь покритикуете наши мысли со стороны тех, кому все это счастье внедрять в свои персональные системы. Роман Александров. Спасибо. Скажу лишь в кратстве. Мы используем методологию, в общем, много лет. За большое количество лет, порядка, на полу, 10 лет, наверное, мы получили большое количество числа, понимая, какая-то обнимателька. В этом есть специальные подготовки, чтобы мы уже все-таки писали. Примеры, проблемы, которые мы реально сталкиваемся с подписчиком на работу, являя его доверенность во время исполнения нам работают на сольные системы, первые методы, равные реализации, чем программы создания. Поле, в исполнении, в пайле одно, разный элемент, который использует тот поле для включения своей подпись. В итоге мы сталкиваем ситуацию, когда можно быть доверенным либо программным обеспечением операционной системы, либо программным обеспечением по поводу готового программного обеспечения. Приходится ли ему заодно переподписывать или нам, либо нам отвечать нашу программу в СССР. Первый момент, то есть нужно будет все должны упасть в поле заполняемого файла, и нам договориться, чтобы уходность была одна. Второй момент, классический вариант, преиспользовательный для цели запаси, чтобы совсем по упасению в пайле, добрый архивод, то есть должен осуществляться онлайн-оброс в СССР на какие-то инвестиции с СССР. Замок в модуле, когда мы работаем перед запуском какого-то приложения, вдруг он не онлайн-запрос, но это нереально. Мы их физически не сделали, это будет очень удобно. Ну, например, следующая проблематика, это то, что полуразмерные программы зачастую не подмечают заголовок исполненного парня. Следующий момент, скорость работы всей системы. Для участия для шагов, он сфотографирует 18-ти раз. При использовании каждого системного высыхла, играю в окна. Как только мы открываем этот файл, только мы его запускаем, да, сразу же, это естественное, что выручат впечатление, потому что проверить доверенность этого файла. Ну, на практике, я на новой луке, до приоткрышившейся системы системы проверки корректности водородов, рейтинские, загрузка в принципе, 7,5 секунды. Как только мы включаем, мы получаем время загрузки, то не нужно. То есть, это огромное количество затяжки с точки зрения необходимости ускорения работы всех информационных систем, и закачивания банка, когда, если мы будем там, если мы делали 15 витеранцев, в учреждении киша, мы можем получить очень высокое поведение производительности. Второе, следующие, что это проблема, не раз в учреждении на своем учреждении, мы, на своем учреждении, мы даем в индивидуальном порядке, мы же хотим это в внешнем цели, когда потребитель, например, захочет программное изучение, подписать свое программное изучение, просто обращается в удостоверяющий центр, в политическом режиме, там, да, есть все эти технологии, хоть ночью, тогда получают сертификацию, так сказать. И человек, например, приходит для книги создания своего формата, потому что далеко не все боя, изменения для системы, например, насколько отсутствует проблема незадаченности, очень нехроническая значимость, да, можно нам обладать в зависимости от того, что написал, написал, нам нужно доверить заверенную систему. И если говорить о каких-то предложениях, то нам, кажется, хотелось бы, чтобы, первое, дошла работа по разработке с централизацией формата меток в подпись заверенного кода, были оценены пренебывания стойкости использования технического задачи для доверия кода и производительности системы. Ответление схемы разработки участников проверки в случае отзыва использования зарубежной фонды, и все-таки посмотрите зарубежную обновление требований в истории для малого количества ресурсов, да, достаточно обработки и так далее. В целом, мы видим довольно-таки большой проблем, и очень большинство участков после всей разработки подходов к решению задачи. у того, если мы их не решим, еще соображения, потому что, наверное, потом мы уже стороны криптографии прокомментировали, потому что с чем-то мы согласимся все не согласимся. Александр, добавь с если говорить о едином стандарте, то у нас, наверное, здесь ситуация проще, поскольку такие механизмы у нас еще находятся на стадии активного формирования и разработки таких компонентов, доверенные кодовой базой, соответственно, если мы как раз-таки сейчас будем проводить эту работу вместе с тем, как будут формироваться некоторые документы или нормативные базы, то это будет очень удачно для нас. Коллеги, но здесь вот не могу не прокомментировать, что если говорить про формат проеденный, я не то что поддержал бы, я даже попросил бы, чтобы вы по возможности как только начнется работа над макетами, над спецификациями с дартами, сразу подключались, потому что критографы люди простые, они включат подпись, они включат пару меток и возможно забудут про какие-то технические аспекты, которые важны будут для операционной системы. Поэтому, чтобы с самого начала здесь ничего не проморгать, я, наверное, просил бы, ну вот, всех присутствующих, потому что каждый из нас может работу инициировать в каком-то смысле, с каждой своей стороны. Андрей, если вот вашими силами будет создаваться в какой-то момент макет, то сразу, наверное, с коллегами проработать, вопрос о том, чтобы с макетом вместе был учтен опыт разработчиков ОС. и сейчас, и в части производительности, конечно же, опрос всегда сложнейший, он не только в России сложнейший, в мире сложнейший. Словолегковесная криптография или низкоресурсная криптография, это всегда очень такой больной опрос, потому что вот как уменьшить нагрузку, но при этом обеспечить вроде как ту же стойкость, но при этом вот потом понять, что ее снова ломают и снова что-то делать. Очень больной опрос. Скажу лишь, что у нас тут недавний есть опыт, когда мы в ТК-26 сейчас имеем новый документ, то ли вот мы его уже сейчас приняли, то ли он на финальной стадии работы, с названием механизма формирования проверки и кода проверки при таком забавном названии, на самом деле, это тоже про коды подтверждения подписи в таком смысле, но с учетом некоторых, по крайней мере, аспектов важных для низкоресурсных устройств. Не скажу, что всех аспектов, но точно можно посмотреть в ту сторону. Вот работа такая ведется и мне кажется, что в данном случае именно попытка уменьшить нагрузку во время проверки подписи важнее, чем то, о чем вы говорили про хэш, потому что, ну казалось бы, там программная реализация нашего стрибэга, ну в два раза может там быть тяжелее, чем Ша-2, например, но по большому счету все равно главная нагрузка по времени ляжет не на функцию хэширования, а на проверку подписи, казалось бы, потому что там возникает эллиптика, которая для низкоресурсных устройств вроде бы тяжеловесная, или я ошибаюсь? Ну, если метки доверенного кода будут у каждого модуля самостоятельно, то вам придется еще и подпись проверить сто раз, потому что если у каждого модуля своя метка, ну куда деваться, придется проверить и поддельности, поэтому здесь кажется, что здесь оба проблемы важны будут и нагрузки на хэш, и нагрузки на подпись, если это модуль, подписанный условно, если мы пойдем по пути, когда каждый разработчик ПО подписывает свой ПО, свой модуль с помощью некоторого сертификата, выданного ему, например, для того, чтобы там, я не знаю, попасть в реестр актического ПО, то вам придется в ПТОной системе проверять каждый из них, и это будет еще больнее, потому что придется еще и работать с асимметричной критографией каждый раз. Так что, ну, наверное, здесь обе ответы важны, нет? Мы готовы, опять же, в соответствии с униками организация собственной структуры и прочие терапевые цены там, 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 Продолжение следует... Спасибо огромное. Коллеги, нас организаторы очень просят закончить вовремя, а вовремя у нас сместилось немножко, но все равно вовремя это через минуту. Поэтому есть предложение, учитывая, что мы так хорошо поговорили между собой. Если есть какие-то вопросы из зала или комментарии, желательно очень короткие, то было бы хорошо? Если нет, тогда, наверное, по 15 секунд последнего комментария уже от каждого из участников, ну вот скажем, о том, куда нам дальше двигаться и что обсуждать через год на такой же сессии и желательно какие уже достижения новые иметь. Давайте начнем с обратной стороны. Роман. Спасибо. 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 Спасибо большое, Александр. Спасибо. 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 После сессии прошу Павла, Александра, Романа как минимум обменяться контактами, потому что у Павла, у Андрея эта работа организационная по нирам, решениям потенциальным, ДЦК будет вестись, чтобы на раннем этапе координация была в одной точке. Александр, пожалуйста, я могу ошибаться, но мы, по-моему, впервые вообще поднимаем эту тему по десайн, да, и впервые сразу мы услышали положительный отклик от разработчиков операционных систем. Я думаю, очень хороший результат сегодняшней встречи. Через год мне бы очень хотелось увидеть работающие нутс на гостовых сертификатах, издавающие гостовые сертификаты для пользователей. Спасибо. Андрей. Да, но если говорить о том, что бы хотелось обсуждать через год, очень бы хотелось посмотреть на реализацию положений будущего закона, который будет, в том числе про нутс, и оценивать результаты внедрения сертификатов безопасности и прогнозировать, что будет дальше и что еще мы можем сделать нового или улучшить уже текущего в этой отрасли. Спасибо большое. Павел. Да, мои коллеги сегодня несколько раз упоминали уже НИР, в рамках которого мы формируем мероприятие по обеспечению массовости российской криптографии. И я всех вас, друзья, в зале приглашаю к экспертному участию. Если у вас будут какие-то пожелания в части, как можно сделать криптографию российскую более массовой, мы с радостью примем ваше экспертное мнение, постараемся учесть и через год все вместе посмотрим, что у нас получилось. Спасибо. Спасибо. Игорь Федорович. Я присоединяюсь ко всем словам здесь уже сказанным. Надеюсь, что в следующем году мы будем говорить не только о планах, но и о результатах, которые мы получим в течение этого года. Спасибо, коллеги. На самом деле мы начали с хорошего слов, что у нас много чего уже есть. Я надеюсь, что через год мы, начиная эту секцию, еще расширим эту начальную часть, рассказывая о том, что у нас уже есть. И у нас задачи, которые будут у нас на экране, будут еще более амбициозными. А мы все будем в добром здравии и снова соберемся это все дело обсудить. Спасибо всем большое. Давайте поаплодируем всем присутствующим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ